Привет, друзья, с вами Ева, и сегодня, как вы видите, мы играем с вами в L.A. Noire, в который мы давно-давно уже, давно-давно уже не играли. На носу был праздник, Новый год, то есть у меня он, конечно, выдался совершенно не праздничным, провела я его отвратительно, даже, ну, дело не в компании, в которой я его отмечала, а немножко в других событиях, но это не важно. Сейчас мы видим, как избивают бедную женщину. И, честно говоря, я не понимаю, что за пристрастие в любой компьютерной игре избивать женщин. Это тот самый парень, который заставлял нас устраивать допрос, да? Так, и на его место, видим, поставить нашего Фелпс, да? Ну, точно. Смотрите, костюмчик себе нового прикупил, нечейся. Он явно недоволен, по-моему, что к нему навязали какого-то щеночка в сером костюме. Так, ну, теперь, я, так понимаю, мы будем в отделе убийств, да? Или я что-то неправильно поняла. Интересно, а наш новый напарник, он такой же доброжелательный и милый, как... Ха-ха, я обогнала его. Интересно, такой же доброжелательный, как Быковский или типа того уж, я даже не помню. Ну, давайте доедем, да, куда нам нужно. Надеюсь, этот старичок не зол. Добрый вечер. Поехали. Ох, ты, слышь? К смысле? Там парень не ударился с него. В забор уфигачивался. Тихо-тихо, я, случайно, задела прям совсем потихонечку, помаленечку. так что ничего страшно но причем здесь женщины позже не должны страдать из-за этого по-моему женщин совершенно должны страдать из-за того что нет понятное дело что мужикам выпадает трудная доля защищать родину защищает свою семью и тому подобное но поверьте нам тоже то есть нам эта женщина выпадает большая и трудная доля так что я прошу с нами считаться и не стоит убивать нас посреди ночи из-за какой-либо ерунды понятное дело чуть улыбочки тупые почему нельзя врезать а я так хочу врезать рожем уродлим тупым так вот по моему посмотрев на их ужасно тратительную рожу люди сразу говорят а точно это же чувак смерть горожан подходит парад берем обе собеседовали А если ты еще и по-дурацки себя как-нибудь ведешь, то ну точно, ну точно, чуваки, это же тот самый парень, которого мы должны взять на нашу работу. Так, 41 размер, ясно. Хорошо, 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 что мы еще тут можем увидеть что-нибудь важное. Так, вроде пока ничего. А, сумочка, давайте проверим сумочку. Конечно же, сумочку возьмем, зеркало и расческа нам ли к чему. Я уже, кстати, в каждом расследовании пытаюсь и смотрю. Хорошо. Приятно, когда мужчина разбирается в помаде, хотя я думаю, любой мужчина может понять, новая помада или нет, это не так уж сложно. И, кстати, я проверяю, я остановилась на том, что я проверяю зеркала буквально в каждой миссии. Ну-ка. Давай-давай посмотрим. А, верхняя часть у нас. А, двигается, смотрите-ка. Нижняя, по-моему, у нас не двигается, да? Да, нижняя не двигается. Окей, значит, подстраивать будем под нее. Так, значит, вот тут не подходят. Окей, знаете, все-таки это вот эта часть. А, отлично. Ну-ка. Все, отлично, открылось. И что это у нас? Клуб Бамбо. Центр города. Окей. Окей. Ну, почему Крайс? Может быть, это, типа, как сувенир и все такое? Потому что, блин, смотрите, зажигалка очень даже крутая. Далеко не каждый раз встретишь нечто подобное. Ну-ка, давайте. Жизнь, бедняжка. Смотрите, как ее изуродовали. Это же поофигеть, как ужасно. Офигеть просто. Он находился на среднем пальце, значит, все-таки она, скорее всего. Иди к черту, чего? Да нет, не очень, знаешь ли. Очень даже. Или это просто кто-то подстраивается по черной орхидеи, чтобы на него свалили еще одно убийство? Ну, окей, чувак. Хорошо. Тебе бы лишь выпить, как я понимаю. Ты мало того, что нас не любишь, но, в принципе, поверь мне, я тоже не в восторге от тебя, чувак. Так еще и выпить постоянно хочешь. Господи, кого нам подсунули, ребят? Вот я не понимаю, неужели не было кого-то более крутого? Так, если, в принципе, мы все осмотрели, значит, мы теперь едем в бамбу. В смысле, в коем направляемся? Ты сам попросил меня отвезти тебя в бамбу. Горлышко промочить. Как, блин, птичка какая-то. Я тоже так думаю. Да нет, это не обречен, господи. Поехали в бамбу. Какие-то, блин, не особо положительные предположения, дружище. Ну, это, конечно, знаю, как работает полиция, знаю я, как они находят этих нет-крутых убийц. Не, я не спорю. Последнее время, по крайней мере, у нас в России, это очень даже широко и быстро распространяется по всем городам. То есть убийц ловят, ну, блин, почти моментально. Но не забывайте, пожалуйста, сороковые годы, и там идет война, и сейчас всем глубоко плевать на какие-либо преступления. Но только вот Фелпс. Ну, такой, как Фелпс, точнее, может быть, ходит и что-то еще пытается раскрыть. А остальное, дело случая. Так сурово прямо бросился к ним. Чувак, сейчас ничего не написано в блокноте. Зачем ты делаешь, что это лунное лицо? Нет, все, спасибо. Выпейте только вот этому чуваку на рейте. Вот который, да, делает вид, что очень сильно перетрудился. Ему, пожалуйста. Похож на какого-то голубочка. Так, давай. По порядку. Интересно, что за парень? О, угадала. Смотрите-ка, он беспокоился, Селин. Очень даже. Интересно, что было между ними общего? О, удар убеждения. Ну, хорошо. Все, мы посмотрели. Давай, продолжай допрос, пожалуйста. Жертву украдено кольцо. Не, он явно в нее влюблен. О, я тоже хочу быть пилотом. Я ж говорю, он влюблен на эпизод. Если вы знаете... Даже знает о ее прошлой работе. Ну, о том, чем она жила вообще. Знает мужа. А, шриблес. Они еще не живут вместе, так что это не может быть ему. Спасибо, мистер Миккол. Вы были огромной помощь. Одна еще вещь. Два из трех. Ну, ладно, ничего страшного. Почти три. Я уже думала, мы сможем отгадать все совершенно без проблем. Но нет, я ошиблась. Я ошиблась. Но, тем не менее, все равно нужно позвонить. Где телефон? Вот телефон. Ну, давай, звони, дружище. Вот. Господи, нет, он не мог звонить по правому телефону. Ему нужно было обязательно звонить исключительно по-левому. Какая педантичность, Фелпс. Ай-яй-яй. Ну, выясняет, кому машина принадлежит. Точно. Ой, ну я прям уже знаю, последующие действия. Ничего себе. Я становлюсь настоящим детективом. Так, ну что ж, бармен ничего не знает. Главное, мы почти доплася... А... С кем она разговаривает? Ладно, это не важно. О, все, здорово. Давай, садись за руль. Так, в дом мы поедем. Ой, да все вы так говорите, чутье. Правильно говоришь. Ой, да. Ой, да. Ой, да. Феллбс, конечно, очень грубоват, но зато посмотрите, как он четко отстаивает свою точку зрения. Чтобы ему в ответ не сказали, он все равно доказывает собственную правоту. И я полностью согласна с этим человеком по поводу того, что алкоголь и притупляет чувства, и ни к чему вообще не нужен в принципе в жизни. Что вы, зачем вы пьете, скажите мне, пожалуйста, чтобы вам стало легче, чтобы вам можно было расслабиться, чтобы что-то забыть. Да это же бред, люди, это реально бред, абсолютно несусветная чушь, потому что я не пью, и да, мне тяжелее, но я справляюсь с своими проблемами отрезвую голову, а все остальное слабость. Блин, рамы такие обшарпанные, домик маленький, если это плитка выложена, учитывая, что женщина была раньше пилотом, и у нее было огромное кольцо с рубином, такое жилье, такая жизнь явно не по ней. Еще и окно разбито, явно кто-то внутрь проникал. Что-то, в общем, не так. Что-то здесь не клеится. Ну, а ничего себе, капитан, спасибо. Как бы мы догадались про это без вас. О, газетка. Семья сгорела заживо, полиция не исключает вероятность поджога. Ничего себе. Наверняка в этом опять замешан тот самый доктор, помните, который показывается из мультиков? Ну точно, доктор, вы сказали. Блин, понятное дело, что у чувака сразу крыша поехал, видите, он одну и ту же фразу повторяет из раза в раз. Жесть. Смотри, доктор, как-нибудь так нарвешься на сумасшедшего, прям совсем сумасшедшего клиента. И горло-то он себе перережет. Причем совершенно об этом как-то не печалясь, скажем так. Ммм, туфелька. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что в этом такого? Ты думаешь, сюда забежал какой-то транс висит? Что-то я глубоко сомневаюсь. Ты, честно говоря... Честно говоря, окно разбито как-то странно, и внизу еще он выломан, то есть, блин, вообще что-то... Вообще неадекватно это, скажем так. Да, и тут посуду тоже особо никто не моет. Что ж такое-то, почему в 40-х годах никто не мыл посуду, я не понимаю. Угу. А ты, видимо, муж оставил. Ну, здорово. Да у нее даже кольца нету. Да нет. Так-то да. О, оксид... Оксидол. Оксидрол. Опять он. Смотрите-ка, не мы-то вещи, опять те же самые бутылки пива. А ты еще нет... Вообще, во-первых, ты не трезвый, чувак. Ты реально не трезвый, то есть, ну, блин. О, здравствуйте, дамочка. Дуан, ладно, я отошла, отошла. Извините, что гриска перепрыгнула. Проезжайте, мадемуазель. А вообще, почему дамочка сидит за рулем в 40-х годах? У них это уже было разрешено разве тогда? О, похоже, на мою соседку с первого этажа. Не лезет она, конечно. Явно сварливое телко, свыщей вовсенот. Селин слушала музыку и кричала, пока она уехала в 10-х годах. Она была очень драком, чтобы было ездить. Но она не такая же, которая может остановиться, когда ее дандерка вверх. Что это за это, офисер? Селин все-таки? Ну, почти all right. Да уж. Жесть. Почему у меня нет подбородка? Вроде нормально, женщина не такая, что и толстая. Куда делся ее подбородок? Куда ты сесть пошла, слышь? Поговори со мной. Дама. Дама-мадама. Открыла бы, блин, дверь и села. В чем проблема, я не понимаю. В смысле? Ты что, больше не будешь со мной разговаривать? Просто из-за того, что ты типа too upset? Апсет она. Ну окей, ребят. Что ж. Всем спасибо за просмотр серии. Надеемся, что эта дама too upset все-таки решится поговорить с нами. И мужик в костюме за 30 баксов будет к нам более лоялен. Ну а сейчас мы на этой серии с вами закончим. С вами была Ева. Всем спасибо. Всем пока.